Добрый день. Я приветствую всех в Министерстве иностранных дел на брифинге с подключением онлайн российских и зарубежных корреспондентов. Хотела бы начать с насущного. Мы много вопросов получаем относительно подготовки визита российской делегации на МИД, Совет министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье. Я могу сказать, что в очередной раз мы видим разрушительный менталитет, идеологию, которую проводят Соединенные Штаты Америки и в целом коллективный Запад по сегрегированию стран, народов и так далее. Вот то же самое мы и в этот раз наблюдаем. Попытки части коллективного Запада сделать все, чтобы помешать нормальному участию нашей страны в этом форуме. Они, собственно говоря, поставили на конс само существование организации, но не вдаваясь в подробности, они, безусловно, будут только чуть позже. Могу сказать, что подготовка к визиту идет. Делается все для того, чтобы работа на Совете министров иностранных дел ОБСЕ была выстроена в конструктивном ключе. Мы прекрасно понимаем, что, опять же, тот самый коллективный Запад теперь абсолютно демонстрирует свою неоднородность уже, так как это и невозможно скрыть. Мы видим, как есть страны, которые занимают позицию, осознавая, что действительно организация находится на грани коллапса идеологического, политического. И мы видим страны, которые, как я уже сказала, готовы поставить на конс существования этой организации, лишь бы только удовлетворить свои болезненные амбиции. Поэтому еще раз хочу сказать, идет работа по подготовке. Мы, безусловно, поделимся всеми деталями. Могу сказать одно на сегодняшний момент, что нескольких российских журналистов не допустили к работе по освещению участия российской делегации в Скопье. Самое в этом недопустимое то, что речь идет о работе той самой структуры, которая признана защищать журналистов, гарантировать им свободу слова. Мало того, там существует целый институт представителя по проблематике информации, журналистики и свободы слова. Регулярно получает и зарплату, и командировочные, и устраивает поездки в различные регионы мира для того, чтобы критиковать нашу страну за якобы несоответствие высоким нормам и стандартам в сфере свободы слова. И вот сейчас тот самый момент, когда вполне организация и ее, мы понимаем, мало дееспособный представитель госпожа Риберу, но все-таки могли бы сказать свое слово в отношении защиты российских журналистов, которые, в общем-то, хотят одного, равного к себе отношения. Вот это те подробности, которые есть на сегодняшний момент, но еще раз хочу сказать, обязательно они будут. Итак, продолжим с графиком министра иностранных дел Российской Федерации Сергеевича Лаврова. 5 декабря в Москве под председательством министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова запланирована встреча министров иностранных дел при Каспийских государствах Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Данное мероприятие запускает новый регулярный министерский диалог в рамках мандата, согласованного на шестом Каспийском саммите в Ашхабаде в июне 2022 года. В ходе встречи планируется рассмотреть широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес с акцентом на приоритеты развития прикаспийского сотрудничества. А на полях СМИД этой структуры или этого нового формата запланирован ряд двусторонних встреч министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своими коллегами. Теперь переходим к актуальной международной повестке. Украинский кризис. Украинские национацисты продолжают наносить удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры российских регионов. 23 ноября в ДНР со стороны ВСУ под огнем 26 раз оказывались жилые кварталы четырех населенных пунктов, по которым украинские националисты выпустили в общей сложности 89 единиц различных боеприпасов. Ранен один человек в Горловке, повреждены жилые дома, детский сад, колледж и дом культуры «Комсомолец». 24 и 25 ноября в ВСУ обстреляли еще несколько населенных пунктов в ДНР. Пять мирных жителей получили ранения, в том числе дети 2010 и 2012 годов рождения. Были повреждены жилые дома, гражданские объекты, включая предприятия «Донецкводканал» и «Вода Донбасса». ВСУ пытаются атаковать с помощью беспилотников российские регионы, удаленные от зоны боевых действий. 22 ноября в западной акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера. Они следовали в направлении Крыма. В тот же день над полуостровом были сбиты три беспилотника. 24 ноября российские системы ПВО уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 13 над Крымом, 3 над Волгоградской областью. 26 ноября киевский режим с помощью беспилотных летательных аппаратов пытался ударить по территории Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. 27 ноября пресечены попытки совершить туристические атаки с помощью беспилотников в Ростовской и Рязанской областях. Суды Российской Федерации на основании доказательств, собранных Следственным комитетом России, продолжают выносить приговоры украинским неонацистам, совершившим тяжкие преступления против мирных граждан. По жизненному заключению приговорен украинский неонацист Свинарчук за приказы расстрелить 37 мирных жителей Мариуполя. Его подчиненные лишили жизни более 20 человек, пытались убить еще 16 граждан. 25 лет лишения свободы назначено украинскому боевику Бабичу, который вместе со служивцем до смерти избил мирного жителя в Мариуполе весной 2022 года. Неонацист из Азова Митрык заочно приговорен к 25 годам тюрьмы за приказы об обстреле жилого массива в населенных пунктах Сартана, Калиновка, Толоковка, Кальмийского района ДНР. Весной прошлого года он объявлен в розыск. 16 лет лишения свободы получил украинский боевик ЮНОС, приказавший обстрелять населенный пункт Трехизбенка в октябре 2021 года. Он также объявлен в розыск. Работа по сбору доказательств военных преступлений и боевиков в ВСУ продолжается, и никто не избежит ответственности. Коллективный Запад продолжает вооружать киевский режим, не обращая внимания на то, что происходит на Украине с поставляемым оружием. А там его либо, как они говорят, теряют, либо просто воруют. По сообщениям СМИ, с начала специальной военной операции уже пропало, ну, в общем, у этого слова «пропало» есть и другой эквивалент, украдено порядка 180 тысяч единиц оружия. 21-21 ноября в Киеве по очереди побывали министры обороны США и ФРГ. Каждый, хотя и приехал не с пустыми руками, но вот объемы передаваемой ВСУ помощи оказались различными. 100 миллионов долларов от Вашингтона и порядка полутора миллиардов долларов от Берлина. Чувствуется, что американцы испытывают серьезные трудности с финансированием военных расходов режима Зеленского, стремятся переложить это бремя на своих европейских сателлитов. Германия явно претендует на лидерство, только лидерство в милитаризации Украины, а не в экономическом развитии. А раньше было как раз наоборот. Германия, видимо, не хочет рассказывать своим гражданам, хотя мы это делаем за нее, за официальный Берлин, о тех неутешительных последствиях, которые настигли ее экономический сектор после того, как она начала вкладываться в провальный инвестиционный проект под названием «Киевский режим». На днях вице-председатель оппозиционной фракции ХДС-ХСС в Бундестаге Йохан Вадефуль сообщил, что из-за масштабных поставок оружия киевскому режиму главные подразделения армии ФРГ смогут продержаться в бою максимум два дня. Налицо тяжелый дефицит боеприпасов. Мы не то чтобы сочувствуем официальному Берлину, да нет, конечно. Мы вскрываем те факты, которые тщательно прячут от своих налогоплательщиков и своих граждан власти в ФРГ. Есть у Берлина сложности, связанные с изысканием дополнительных средств на нужды ВСУ, как считает депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штефан Котре, из-за бюджетного кризиса немецкие власти будут тратить на эти цели ассигнования, выделяемые на социальные сферы и здравоохранения. 22 ноября состоялось очередное заседание контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». По информации СМИ было решено учредить коалицию развития ПВО для Украины. По аналогии созданными ранее танковой и авиационной коалициями для организации поставок соответствующих вооружений для нужд ВСУ. В свою очередь Киев предложил западникам создать коалицию по развитию оборонной индустрии для локализации производства западного оружия на украинской территории. Его заокеанские хозяева призвали европейцев создать новые аналогичные объединения по поддержке вооруженных сил Украины. Таким образом, США и сателлиты не скрывают стремление превратить конфликт на Украине просто в выгодный бизнес. Обратили внимание на прозвучавшее 25 ноября в интервью телеканалу «1 плюс 1» заявление главы фракции про президентской партии «Слуга народа» Верховной Раде Арахами о том, что именно экс-премьер Британии Борис Джонсон запретил Киеву подписывать мирное соглашение с Россией по итогам переговоров в Стамбуле в конце марта 2022 года и потребовал продолжения боевых действий против России. Наконец-то украинская сторона сама призналась в том, о чем мы говорили все это время. Эти откровения Арахами убедительно свидетельствуют. Инсценировка в Буче была организована Киевом как предлог для того, чтобы сорвать переговорный процесс. Все это еще раз подтверждает марионеточный характер режима Зеленского и полную зависимость от англосаксонских кукловодов, которые управляют им буквально как заблагорассудится. Киев не прекращает санкционную войну против России и Беларуси. 18 ноября были опубликованы указы Зеленского об очередных пакетах ограничительных мер против 108 физических и 36 юридических лиц. Среди них граждане России, Украины, один гражданин Беларуси, а также российские и одна белорусская организации. В списки попали чиновники, депутаты, руководители госучреждений, благотворительных фондов, предприниматели, общественные деятели, журналисты. В них числятся бывшие украинские политики, премьер-министр Азаров, депутат Святош, Царев. Последних киевский режим, видимо, отметил по случаю десятилетия Евромайдана. Под санкционный пресс попали образовательные учреждения, благотворительные фонды, как я уже сказала, детско-юношеские движения. 21 ноября в Киеве презентовали так называемый Международный санкционный комитет, цель которого добиваться конфискации российских зарубежных активов и их передачи Украине. В его состав вошел ряд граждан России и Беларуси, которые просто предали родину. Очевидно, что на фоне военных неудач и снижения западной поддержки, и просто буквально от безысходности режим Зеленского прибегает к тактике мелкой мести в целях имитации нанесения вреда нашей стране и ее союзникам. Киевские власти и украинские раскольники не прекращают атаки на Украинскую Православную Церковь. Осуществляется насильственный перевод ее религиозных объектов в состав так называемой Православной Церкви Украины. Священнослужители канонической церкви пытаются шантажом, вдумайтесь только, заставить перейти к самосвятам на них оказывается беспрецедентное давление. Все эти действия нередко сопровождаются насилием в отношении духовенства и прихожан Украинской Православной Церкви. 4 ноября СБУ заявило, что с февраля 2022 года открыло уголовные дела против 70 священников УПЦ. 16 из них – митрополиты. В начале ноября текущего года в Ужгороде настоятелю Кафедрального крестоводвиженского собора УПЦ 68-летнему протеерею Дмитрию Сидорову вручили повестку в ССУ. Ранее против отца Дмитрия было возбуждено уголовное дело о разжигании межконфессиональной розни. По информации, которая доступна в СМИ, 20 ноября в Черкассах люди в военной форме при полном бездействии полиции захватили монастырь Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ. В результате этой циничной рейдерской атаки пострадали 4 человека. Захватчики сломали челюсть священнику. Это вот к вопросу о соблюдении, так сказать, свободы вероисповедания и уважении различных религий и конфессий. Как вы считаете, этот пример войдет в доклад Госдепартамента о том, что творится в мире с религиями? Я думаю, нет. Как и все остальные факты, которые есть, которые являются правдивыми, но никогда не находят отражения в соответствующих материалах Госдепартамента США на этот счет. В Черкасской епархии сообщили, что братья вместе с наместником выселены из обители. В своем стремлении уничтожить УПЦ в киевский режим не останавливается буквально ни перед чем. В начале ноября вооруженные автоматами представители правоохранительных органов попытались прорваться на территорию Свято-Вознесенского банческого монастыря, на территории которого находится приют для детей-инвалидов. Уже более полугода СБУ преследует основателя приюта, настоятеля обители митрополита Лангина, под опекой которого находится более четырех сотен несовершеннолетних. Ранее за свою благотворительную деятельность и помощь детям он был награжден званием Героя Украины. Сейчас его обвиняют в разжигании межрелигиозной розни за критику ПЦУ. Это выглядит, конечно, особо цинично на фоне царящего в отношении Украинской Православной Церкви и ее духовенства правового беспредела. К нам обращаются неравнодушные представители общественности. Они обеспокоены судьбой детей-сирот. Безопасность этих ребят, кажется, под угрозой в случае ареста их опекуна. Мы не смогли остаться в стороне и направили письма с требованием дать оценку ситуации вокруг приюта Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, Генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмидт, директору БДИПЧ Матио Микаче, а также направили это письмо в иные международные право-человеческие структуры. Мы ожидаем от них содержательной реакции на продолжающееся беззаконие украинских властей и, что самое главное, покровительство им со стороны коллективного Запада. Подобный произвол едва ли можно себе представить в странах, которые заявляют о себе как о демократических, а ведь они закрывают глаза на уничтожение киевским режимом канонического православия на Украине. Как бы ни старались США и Западной Европе навредить нашей стране, как бы они не распространяли свою дезинформацию и фейки, как бы они нас не запугивали, как бы они не придумали новых санкций и рестрикций. Но мы продолжим свое дело, потому что за нами правда. И вопрос, который очень многих волновал, с киевское золото, передача Нидерландами, принадлежащих четырем крымским музеям экспонатов выставки «Крым, золото и секреты Черного моря» киевским властям является нелегитимной, как мы уже неоднократно говорили, с точки зрения сложившейся практики музейных обменов и абсолютно бессовестной с точки зрения общечеловеческой морали. Своими действиями Гага нанесла ощутимый удар по культурно-историческому наследию крымского полуострова, по сути дела, став соучастником захвата уникальных артефактов, которые были обнаружены в результате археологических раскопок Крыму и с тех пор бессменно находились в крымских музеях. Попытка прикрыть фактическую кражу культурных ценностей решением Верховного суда Нидерландов в очередной раз ставит под вопрос независимость и беспристрастность нидерландской судебной системы. Как она избирательно умеет работать, мы уже видели на примере уголовного процесса в окружном суде Гаги против граждан, которых обвиняли в причастности к крушению малазийского Боинга в небе над Донбассом. Тогда судьи самым очевидным образом манипулировали фактами, подгоняли их под политически мотивированный обвинительный приговор, который был заранее написан, и не судьями. В случае со скифским золотом Нидерланды пошли по тому же пути. Согласно контрактным обязательствам, я просто хочу это напомнить, экспонаты, которые были вывезены в Нидерланды в 2014 году для экспонирования на выставке в музее Алларда Пирсона, должны были быть возвращены голландской стороной, крымским музеем в установленные сроки. Однако Гага предпочла принять политизированное решение, создающее крайне опасный прецедент в межмузейных отношениях с Нидерландами. Неизвестно, что еще предстоит пережить многострадальным экспонатам скифского золота. Смогут ли эти экспонаты, а вернее захотят ли киевские власти в принципе их сохранить? С учетом в принципе нисколько не скрываемого варварского отношения нынешнего политического руководства Украины не только к людям, но и к памятникам истории культуры ожидать можно чего угодно. Мы же видели, как целенаправленно разграбляются иконы из Киевско-Печерской лавры. Мы же видим, как предметы из украинских музеев перевозят якобы на хранение в музеи ряда европейских государств, а при этом есть все основания полагать, что речь идет просто о воровстве. Причем за этим воровством стоят сами киевско-режимные власти. Мы же видим, как информация о вывезенных, еще недавно сохранявшихся на территории Украины предметах искусства появляется в интернете, на аукционах, в социальных сетях. Поэтому есть подозрение, что крымские артефакты могут постичь такая же печальная судьба, они могут быть просто утрачены. В таком случае ответственность за это будет лежать в том числе на Нидерландах. Возможно, в этом кто-то там же и заинтересован. Теперь я хотела бы сказать несколько слов о развитии ситуации в зоне Палестино-Израильского конфликта. Эта ситуация находится в зоне нашего пристального внимания по целому ряду причин, и политических, и гуманитарных, и эвакуационных. 24 ноября началась реализация достигнутого при посредничестве Катара соглашения между властями Израиля и движения «Хамас» о краткосрочном прекращении боевых действий и освобождении части удерживаемых в секторе газозаложников из числа женщин и детей в обмен на палестинских заключенных, которые содержались в израильских тюрьмах. В рамках сделки домой вернулись уже более двух сотен палестинцев и израилетян, а также граждан ряда других стран. Ее условиями также предусматривается наращивание поставок продовольствия, топлива и медикаментов для нужд жителей сектора. Мы высоко оцениваем эффективные посреднические усилия Катара и Египта, о чем сразу же заявили. Именно во многом благодаря их работе стал возможен выход на этот важный компромисс. Приветствую решение сторон продлить срок действия гуманитарной паузы. Мы рассчитываем на продолжение между ними результативного диалога в интересах дальнейшей деэскалации обстановки и придания ей долгосрочного и устойчивого характера. В свою очередь мы продолжаем усилия, направленные на облегчение гуманитарной ситуации в Газе, которая остается крайне непростой. 21, 23, 25 ноября самолетами МЧС России в Египет были доставлены очередные партии продовольствия и медикаментов из нашей страны для нуждающихся палестинцев. Всего с начала кризиса отправили в общей сложности более 300 тонн гуманитарных грузов для населения Анклава. Хотели бы также привлечь внимание к опасному развитию ситуации на западном берегу реки Ордан, который остается, можно сказать, в тени событий в Газе? По имеющейся информации, 7 октября, когда начался внешний виток эскалации Палестино-Израильского конфликта, на этой части оккупированных палестинских территорий также значительно вырос уровень насилия. По данным Организации Объединенных Наций, за это время от рук израильских силовиков и поселенцев погиб 231 палестинец, в том числе 59 детей и подростков. По меньшей мере 143 палестинские семьи, а это более тысячи человек, были вынуждены покинуть свои дома. Мы также крайне встревожены информацией об участившихся провокационных действиях против представителей христианской общины Иерусалима. В частности, обратили внимание на конфликтную ситуацию, которая сложилась вокруг расположенных в старом городе так называемых армянских садов. Они стали объектом судебного разбирательства между армянским патриархатом Иерусалима и одной из пропоселенческих израильских организаций. Не дожидаясь результатов тяжбы, ее представители начали подготовку к строительству гостиничного комплекса на спорном участке, что привело к столкновениям между местными армянами и иудейскими радикалами. Мы призываем власти Израиля принять меры для обеспечения справедливого решения этого чувствительного вопроса в рамках закона. Считаем, что права всех религиозных общин страны должны быть защищены в одинаковой степени. Мы выступаем против любых незаконных действий, направленных на изменение исторически сложившегося этноконфессионального баланса в старом городе Иерусалима, включая посягательства на проживающих там испокон веков христиан, их святыни и собственность. Теперь об эвакуации. В связи с обострением напряженности в зоне Палестино-Израильского конфликта по поручению президента России, как вы знаете, Министерство иностранных дел нашей страны, МЧС, другие профильные ведомства предпринимают усилия по скорейшей безопасной эвакуации граждан России и палестинцев-членов семей наших граждан из сектора ГАЗа. Всего через погранпереход Рафак на территорию Египта удалось вывести 762 человека из около тысячи, даже более тысячи, обратившихся за помощью граждан. Спецрейсами МЧС из Каира они благополучно прибыли в Москву. Возьмой группой МИД в аэропорту Домодедово им оказывается необходимое содействие прохождения пограничного, миграционного и паспортного контроля. В настоящее время поэтапный вывод иностранных граждан через КПП Рафак приостановлен. Он приостановлен для всех государств в связи с мероприятиями по обмену лицами, которые удерживались сторонами. Мы рассчитываем на скорейшее возобновление этого процесса, и эвакуационная работа будет продолжена. Наши депмиссии продолжают работать с египетскими, израильскими, палестинскими властями с целью обеспечить выход остающихся в секторе газороссиян и членов их семей. Теперь о ситуации вокруг Молдавии. Мы продолжаем наблюдать за развитием ситуации в этой стране. Мы видим, что с приближением декабрьского заседания Совета ЕС, на котором будет рассматриваться вопрос запуска переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз, руководство республики наращивает градус антироссийской риторики. Очевидно, что таким образом находящиеся у власти политические силы пытаются реабилитироваться перед Брюсселем за проигранные местные выборы. Напомню, они состоялись 5 и 19 ноября. 23 ноября официальный Кишинев присоединился к санкциям, введенным Евросоюзом против России еще в марте 2014 года, в связи, как это там обозначено, с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Мы уже давали оценку этому решению молдавских властей. Мы расцениваем его как очередной враждебный шаг, который направлен на разрушение российско-молдавских отношений. Не должно быть сомнений в том, что без ответа с нашей стороны он не останется. Чуть ранее, 21 ноября, в ходе визита в Киев президент Молдавии, Майя Санду озвучила очередную порцию голословных и уже, в общем, повторяющихся из раза в раз обвинений в адрес России. К избитым клише о гибридных атаках и пропаганде добавились ее рассуждения о том, что если сопротивления со стороны Украины не будет, вы только вдумайтесь, то Молдавия станет принимать статус следующей в списке целей, которые Россия намерена оккупировать. Следующий, как говорит Санду, и, возможно, не последний. Конец цитаты. Странная фантазия. В тот же день, 21 ноября, в эфире телеканала ТВР Молдова, Майя Санду заявила, что Россия всегда угрожала молдавскому государству и эксплуатировала тему молдавского и румынского языка, чтобы удерживать Молдову от сближения с Румынией. Мне просто хочется задать вопрос Майя Санду. А она может привести хотя бы одну цитату из чьей-либо речи, выступлений и заявлений, где бы российская сторона угрожала молдавскому государству. Она же говорит, Россия всегда угрожала. Вот кто и когда об этом говорил? Просто интересно. Ведь она же должна отвечать за свои слова. А что касается языка, то, извините, пожалуйста, наличие в недавнем прошлом в Конституции страны определения молдавский язык, который в марте текущего года был переименован в румынский, гражданка Румынии Майя Санду назвала позором. Вы только вдумайтесь. То есть наличие закрепленного на законодательном уровне в своей стране собственного языка президент страны считает позором. Нужно это комментировать. С одной стороны нет, а с другой стороны да. Потому что потом вот такие, как Санду, знаете, что скажут? Что молдавский язык на территории Молдавии отменила Россия. Это же вот так и будет преподнесено. Мы не раз говорили о том, что Россия не представляет угрозы ни для молдавского государства, ни для дружественного молдавского народа. К счастью, граждане Молдавии хорошо знают свою историю и стремятся поддерживать свою идентичность, культуру и язык. Они помнят и о исторической роли России в сохранении и развитии молдавской государственности. Поэтому мы убеждены в тщетности любых попыток стереть культурно-этнический код народа Молдавии и разорвать его вековые связи с Россией. Вот теперь несколько слов о так называемом продовольственном саммите, который прошел в Лондоне. Назывался он саммит по продовольственной безопасности и организован был правительством Британии. Мероприятие с весьма ограниченным количеством участников прошло 20 ноября в Лондоне. Что же это такое? Это очередная попытка британских властей снять с себя ответственность за кризисные явления в области глобальной продовольственной безопасности. Это очередная манипуляция темой продовольствия. А прозвучавшие громкие слова премьер-министра Сунака о влиянии специальной военной операции на увеличение масштабов мирового голода вот это еще одно подтверждение тому, что это глобальная кампания по дезинформации. Я просто напомню, опять же, факты. По оценкам продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций показатели голода в мире последовательно растут с 2015 года. Однако Лондону важно, видимо, заретушировать свою роль, роль других западных стран, потому что эта роль безответственная. Это роль, которая касается финансов, торговли, энергетической политики. Эта роль еще, помимо всего прочего, помножена на безудержную санкционную истерику и требования наказать непонятно за что буквально до уровня изничтожения. Ведь они так формулируют свою задачу. Поэтому проводятся пустые саммиты. Цель не поиск действенных решений для глобальных задач, а подгонка мировых реалий под идеологизированные, как они называют, нарратив, а на самом деле заказ, если говорить по-русски. Именно так мы и трактуем прошедшее мероприятие. Но это не единственная о дезинформации из Британии. В позиционном документе британского правительства по вопросам содействия международному развитию предпринята попытка интерпретации происходящих в настоящее время в мировой экономике событий. Как вы думаете, как же это сделано? Да, в принципе, подходы те же самые. Содержание в целом не носит полезные нагрузки или каких-то новаций для диалога, который ведется в рамках ООН по вопросам устойчивого развития. Одновременно доклад ожидаемо содержит ложную трактовку причины следствия ситуации на Украине и вокруг нее. В нем намеренно замалчивается природа происходящего в этой стране. Несправедливо возлагая на Россию вину за положение дел, авторы обходят молчанием введение односторонних принудительных мер, широко применяемых западными странами против нас. И не называют вещи своими словами. Они не говорят о том, что это нелегитимные, незаконные санкции. Они не говорят о том, к чему они привели. Они не говорят о последствиях в виде искусственных нарушений глобальных цепочек производства, сбыта, логистики. Они не говорят о пагубном характере влияния на Украину действий США и их сателлитов по привитию соответствующих культурно-политических ценностей, которые привели к острейшему внутреполитическому кризису, госперевороту, который спонсировал Запад, вооруженному противостоянию с русскоязычным населением. Ни о чем таком они не говорят. Указанный документ на основе извращенных фактов и абсолютно вывернутый, как-то, я даже не знаю, шиворот на выворот истории, в качестве одной из целей преследует расширение круга стран, присоединившихся к западной незаконной санкционной политике. Вместе с этим, одним из выводов доклада является, в общем-то, постулат, с которым можно согласиться. Мы также считаем незаменимой повестку дня в области устойчивого развития на период до 30-го года, предполагающую, теперь внимание, консолидацию политических и экономических потенциалов стран мира для устранения перекосов в финансовой и технологической сферах, преодолении дискриминации и ликвидации бедности. Только есть важный нюанс. нужно проанализировать роль стран коллективного запада в усугублении всех вышеперечисленных проблем. Теперь о Балканах. Временные органы самоуправления в Пришнине продолжают накалять обстановку в Южном сербском крае, действуют исключительно в логе ущемления коренного неалбанского населения, стремятся подкрепить свои претензии на государственный статус. Так называемые косво-албанские власти, конечно, мы берем это в кавычки, как и в прошлом году, грубо нарушили избирательные права местных сербов. Они отказали им возможности принять участие по месту проживания в досрочных выборах в парламент Сербии. Напомню, назначенное, намеченное на 17 декабря. Совсем уже издевательски прозвучало предложение Приштины заключить некое межгосударственное соглашение на сей счет. Так называемый премьер Косово Альбин Курзи продолжает циничный шантаж, выбивая фактические признания независимости края со стороны Белграда. Речь идет об очередном ударе по устоявшейся практике проведения голосования среди сербов под эгидой миссии ОБСЕ в Косово. США и ЕС, которые на каждом шагу выступают поборниками пресловутых демократических стандартов, в данном случае закрывают глаза на нарушение базовых прав косовских сербов. Они просто не хотят связываться своими подопечными косоварами, а это, в свою очередь, поощряет их к агрессивной, подталкивает к еще более агрессивной сербофобии. Двойные стандарты Запада, вы скажете, отсутствие стандартов в принципе, отвечу я. И еще балканская проблематика. Мы обратили внимание на недавнее турне генсека НАТО Столтенберга на Балканы. Оно состоялось с 19 по 22 ноября. Поездка стала очередным свидетельством деструктивного курса Североатлантического блока, направленного на усиление затягивания стран региона туда, внутрь этой структуры, тех стран, которые пока остаются вне пределов альянса. Пребывание Столтенберга в Боснии и Герцеговине, в Сербии, носило явно провокационный характер. Он пытался вклиниться во внутренние дела Боснии и Герцеговины, форсировать сближение этого государства с евроатлантическими структурами, напористо предлагал наращивать сотрудничество Белграду, несмотря на нейтральный статус Сербии, обвинял Россию во всех грехах, подавал дело так, что они якобы ведут работу по распространению, адресуя этот тезис нам дезинформации и расшатыванию ситуации на Балканах. Ну, собственно, ничего нового, а на самом деле пересказ того, чем они занимаются сами. Это традиционные приемы представителей Альянса по запугиванию своих партнеров, запугиванию России или мнимыми угрозами, которые от нас исходят. Взывает много вопросов заявление Столтенберга о готовности Блока, как он сказал, создать безопасные условия для всех людей в Косово, как это определено резолюции 1244 Совета безопасности ООН и предпринятые для этого шаги по увеличению численности сил для Косово. Неизвестно ни одного факта, когда бы натовский контингент защитил сербов от беспредела представителей приштинских властей, от их агрессивных действий на севере края. Мы исходим из того, что НАТО должна прекратить свою политику дестабилизации Балкан, насаждение там своих порядков, создание новых разделительных линий. И, как показывает история, появление Альянса на Балканах всегда сопровождается горем, гибелью людей, разрухой и военными преступлениями. Вот к вопросу об исторической преемственности. В этом году исполняется 200 лет со дня провозглашения одной из первых геополитических стратегий Вашингтона, так называемой доктрины Монро. Она остается одним из символов американского неоколониализма. Базирующаяся на вере в собственную исключительность, она идеологически обосновывает право США устанавливать свой миропорядок, основанный на правилах, навязывая другим странам чуждые им ценности и не заводя буквально до положения бесправных сателлитов. Как известно, 2 декабря 1823 года пятый президент США Джеймс Монро в своем ежегодном послании Конгрессу призвал не допустить вмешательства европейских держав в дела молодых государств западного полушария. В тех конкретных исторических условиях документ апеллировал к панамериканской солидарности, в частности, молодые южноамериканские республики были названы южными братьями США. Но вроде все звучит неплохо. Теперь приведу одну цитату. Цитата из доктрины Монро. «Любое вмешательство европейской державы в правительство, которые провозгласили свою независимость и сохранили ее, и независимость, которых мы, руководствуясь глубокими соображениями и справедливыми принципами, признали, мы не могли бы рассматривать ни в каком ином свете, кроме как проявление недружественного отношения к Соединенным Штатам. Однако уже тогда в доктрине содержались идеи, которые служат основанием и прикрытием для захвата американцами под предлогами распространения, как они уже тогда формулировали, демократических ценностей огромных земель. Опираясь на присвоение себе права распоряжаться в новом свете, но опять та самая исключительность США аннексировали по итогам Американо-Мексиканской войны 1846-1848 годов более половины территории тогдашней Мексики, включая Техас и Калифорнию. В дальнейшем подмяли под себя Кубу, остатки испанских колониальных владений, регулярно вторгались и меняли неугодные режимы, неугодные им режимы, проводили политику дипломатии и канонерок большой дубинки открыто провозглашенную президентом Теодором Рузвельтом 6 декабря 1904 года. Он объявил законным и оправданным вмешательство США во внутренние дела стран Латинской Америки. Если они не будут способны самостоятельно справиться со своими проблемами или же будут предпринимать действия, которые могут привести к вовлечению европейских государств политические процессы на американском континенте. Конец цитаты. После окончания Первой мировой войны президент США Вудро Вильсон предложил принять доктрину Монро в качестве доктрины для всего мира. Это прямая цитата. Ну а это уже как раз и была та самая претензия Америки на мировое господство. В новых геополитических реалиях, когда гегемония США наталкивается на противодействие мирового большинства, а Россия и Китай успешно бросают ей вызов, Вашингтон продолжает цепляться за архаичную и нежизнеспособную ныне доктрину Монро, пытаясь выстроить блоковые структуры. Ну, например, саммит демократии, AUKUS и многие другие форматы, существующие уже в реалиях или только планирующиеся на бумаге, смысл их один и тот же. Подчеркивание и реализация на практике вот этого мнимого превосходства США над всеми остальными. Все это нужно для сдерживания новых центров силы, для консервации обреченной однополярной модели. Американская геополитическая мысль, давно шагнув за границы западного полушария, оперирует такими концепциями, как либеральный интервенционализм, нет, извините, либеральный интервенционизм, соперничество великих держав и многое другое из их наработок. Причем самое удивительное, что они буквально жонглируют этими словами, придумывая все новые и новые. Содержательная подоплека остается прежней. Распространение сферы национальных интересов США на весь мир и устранение любых самостоятельных игроков, любых конкурентов в любой сфере, будь то Россия, Китай, формальные союзники США в виде Японии или Европейского Союза. Все, что мешает им идти по пути глобальной гегемонии, должно быть с точки зрения Вашингтона устранено. Но это не останавливает естественный ход истории, стремление народов к более справедливому, многополярному мироустройству на основе принципов равенства, взаимоуважительного диалога государств, уважения и сохранения различных цивилизаций, религий и культур. Теперь о хорошем. Российская компания Paratype подготовила программу по созданию шрифтов и расклада компьютерной клавиатуры на основе расширенной кириллицы из 179 знаков для более чем 150 языков. Это языки, диалекты, языки коренных малочисленных народов, национальных меньшинств Российской Федерации. Библиотека многоязычных шрифтов компании Paratype является частью нашего вклада в реализацию целей международного десятилетия языков коренных народов ООН и действенным механизмом, способствующим цифровизации языкового и культурного наследия коренных народов, изучению, сохранению языков, а также книгопечатанию на редких языках. Одной из особенностей расширенной кириллицы является поддержка языков коренных народов даже в тех случаях, когда некоторые алфавитные знаки не включены в Юникод, это стандарт кодирования знаков, включающий в себя почти все письменные языки народов мира. Значительная часть указанных Paratype продуктов уже находится в свободном доступе, и ссылка на более детальную информацию по этой программе будет доступна в тексте брифингов. Естественно, мы проинформируем соответствующие международные организации на этот счет. Анонс 7 декабря в Нижнем Новгороде состоится международный форум народной дипломатии как инструмент мягкой силы в развитии международного сотрудничества. Организатором мероприятия выступает правительство Нижегородской области. Цель мероприятия обсуждение использования народной дипломатии как способа установления и развития международных связей в условиях изменяющейся геополитической ситуации. В форуме примут участие представители российских загранучреждений, иностранных дипломатических миссий в России, субъектов Российской Федерации, ведущих российских и зарубежных вузов, а также специалисты в области международных отношений. С учетом того, что в 2023 году Нижний Новгород носит название «молодежной столицей России», большое значение будет уделено международному молодежному сотрудничеству. С видеобращением к участникам мероприятия выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Еще несколько исторических тем в преддверии ежегодного отмечаемого 10 декабря Дня прав человека в Общественной Палате нашей страны и в Российском Университете Дружбы Народов имени Патриса Лумба при поддержке Министерства иностранных дел России состоялись конференции, приуроченные к 75-летней годовщине принятия всеобщей декларации прав человека. В работе форума, инициированного председателем Совета при Президенте Российской Федерации по развитию Гражданского Общества и правам человека Валерия Фадеева 21 ноября от Министерства иностранных дел России принял участие заместитель министра иностранных дел нашей страны Сергей Вершинин. В своем выступлении он подчеркнул, что всеобъемлющая декларация прав человека заложила универсальные стандарты в области поощрения и защиты прав человека и основных свобод, а также оказала определяющее влияние развития международного мира. Мы, безусловно, разместим ссылку на текст выступления в тексте брифинга. Хотел бы также сказать, что в ходе конференции в РОДН 23 ноября в приветственном слове министра иностранных дел России Сергея Лаврова было особо подчеркнуто, что всеобщая декларация прав человека сохраняет свою актуальность и в нынешний период. И принимая данный документ после окончания самой кровопролитной и разрушительной в истории человечества мировой войны, государства-члены ООН стремились ее ценности. С приветствием к гостям и участникам мероприятия обратились уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства прав, директор Департамента межгосударственного сотрудничества и права человека МИД России Григорий Лукьянцев, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Скалькова, председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и права человека Валерий Фадеев, уполномоченный при Президенте нашей страны по правам ребенка Мария Львова-Белова, спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Елена Довгань. В конференциях приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, правозащитных структур, научного, экспертного сообщества, а также дипломатический корпус в Москве. И состоялась продуктивная дискуссия по широкому спектру международной правозащитной повестки дня. И еще две исторические даты. Как вы знаете, к декабрю 41-го года Красная Армия смогла остановить продвижение противника и взять инициативу в свои руки. Советскому командованию удалось скрытно сосредоточить в районе Москвы стратегические резервы. На линии фронта были развернуты внушительные силы. Около 1 миллиона 100 тысяч человек, более 750 тысяч орудий, 774 танка, 1 тысяча самолетов, переброшенные из Сибири и Дальнего Востока армейские соединения были полностью укомплектованы, хорошо вооружены и имели теплое обмундирование. Им противостояли немецкие войска численностью до 1 миллиона 700 тысяч человек. Утром 5 декабря войска Калининского командующий генерал-полковник Иван Конев, западного генерала армии Георгий Жуков, юго-западного маршал Семен Тимошенко и брянского генерал-полковник Яков Червиченко фронтов в суровых зимних условиях начали совместное наступление. За 11 дней боев, несмотря на отчаянное сопротивление противника, Красная армия смогла разгромить ударную группировку армий Центр и продвинуться по всей линии соприкосновения на 65-120 километров. И к началу января 42-го года немцы были отброшены от Москвы уже на 100-250 километров. Освобождены Московская, Тульская, Рязанская области. В ходе контрнаступления под Москвой советским войскам удалось развеять миф о непобедимости армии вермахта и навсегда похоронить идею Блицкрига. Я напомню, с 1995 года 5 декабря отмечается в нашей стране официально как день воинской славы. И историческая дата в международных отношениях 1 декабря в Центральной Африканской Республике отмечается национальный праздник День Прозглашения Республики. Случилось это в 1958 году. Между Россией и Цар исторически сложились дружественные и теплые отношения. Основы им закладывались в 60-х годов прошлого столетия. Я уверена, что все помнят о сотрудничестве в первое десятилетие независимости Республики, когда Цар в этой стране одновременно работало до 150 советских специалистов в области медицины, сельского хозяйства, геологии, образования и спорта. Мы рассматриваем эту страну в качестве перспективного партнера России на Африканском континенте. Между нами на различных уровнях регулярно поддерживается доверительный, содержательный политический диалог. Во многом со схожих позиций мы смотрим на актуальные проблемы современного мира. Это в очередной раз подтвердила встреча президента нашей страны с президентом ЦАР в Санкт-Петербурге в июле текущего года в рамках мероприятий второго саммита России Африка. Напомню, тогда были намечены дальнейшие шаги по углублению всестороннего российско-центрально-африканского партнерства. Предыдущие контакты на высшем уровне состоялись в Сочи в октябре 2019 года на полях первого саммита Россия-Африка. В ноябре 2021 и ноябре 2022 лидеры России ЦАР общались по телефону, проводили телефонные переговоры. Россия продолжает оказывать всестороннюю поддержку этой стране в вопросах укрепления безопасности, подготовки кадров для национальной армии и правоохранительных структур. Эта помощь была особенно востребована в наиболее трудный период в конце 2020-го в начале 2021-го годов, когда центрально-африканцам пришлось противостоять прямой угрозе вооруженного захвата власти в государстве деструктивными внутренними силами при поддержке извне. Мы содействуем ЦАР в гуманитарной сфере. В 2023-м году в рамках добровольного целевого взноса Российской Федерации в фонд Всемирной продовольственной программы ООН было выделено 2,5 миллиона долларов на финансирование расходов, которые были связаны с оказанием банки Принимая во внимание дружесный характер отношений с ЦАР и растущий интерес центрально-африканцев к получению высшего образования в России, было увеличено количество стипендий на обучение центрально-африканских студентов в период 2023-2024 учебных год с 8 до 75 мест. И эта практика планируется, что будет продолжена. И нужно это для подготовки гражданских кадров. С удовлетворением отмечаем, что уже несколько лет в банке действует Российский культурный центр «Русский дом», в котором функционируют курсы русского языка, проводятся культурные мероприятия, которые позволяют центрально-африканцам лучше узнать историю культуры России. Состоявшийся в ЦАР 30 июля 2023 года конституционный референдум, в ходе которого 95% избирателей проголосовали за проект нового основного закона, свидетельствует о широкой народной поддержке политического курса президента страны. Поздравляем наших центрально-африканских друзей с национальным праздником, выражаем уверенность в отношении, что отношения между нашими странами продолжат и далее укрепляться, на благо народов наших государств. Желаем центрально-африканскому народу дальнейших успехов, достижений поставленных целей, процветания и благополучия. Я готова ответить на ваши вопросы. С нами ли международная жизнь? Да, Мария Владимировна, здравствуйте. Да, добрый день. Вы могли прокомментировать заявление генсека НАТО Столкенберга, о том, что главной задачей Альянса является недопущение конфронтации с Россией? Вы знаете, мне кажется, вам стоило бы также адресовать этот вопрос туда, в Брюссель, потому что понять, что он хочет сказать, сложно. Если он говорит о том, что формально они не хотят втягиваться в конфликт, ну, я не знаю, возможно, это важно для них, как это все называется. Мы прекрасно понимаем, насколько НАТО вовлечена. Одно то, что буквально недавно состоялась встреча генсекретаря НАТО с министрами стран Европейского Союза для координации поставки вооружений киевскому режиму, говорит, само за себя. Я просто хотела бы сказать, что НАТО продолжает накачивать киевский режим всеми возможными видами вооружений, военной техникой, постоянно усиливает свое присутствие на восточном фланге, развивает свою военную инфраструктуру, наращивает масштабы учений со сценариями, отражение, как они говорят, агрессии со стороны России, задействуется весь имеющийся у коллективного Запада инструментарий для сдерживания нашей страны. И происходит это, невзирая на множащиеся социальные проблемы, набирающие обороты экономический кризис в Европе, все больше, все интенсивнее. Но это путь НАТО, это путь, который они сами выбрали, другое дело, что не все. Как мы прекрасно понимаем, многие решения принимаются внутри этого альянса за тех, кто даже об этих решениях и не догадывается. Был вариант совместного диалога, выстраивания, работая по таким темам, как международная безопасность, стратегическая стабильность и так далее. Но, как вы видите, для Североатлантического Союза это был не приоритет отношения с Россией. Они пошли на конфронтацию и за почти 75-летний период, видимо, там так и не уяснили, что стабильность и процветание на европейском континенте это все-таки коллективная задача. И достичь ее можно исключительно через созидательную повестку, через равноправие, через взаимный учет интересов, через взаимное уважение. В основе всего этого также лежит принцип неделимости безопасности. Поэтому, что он хотел сказать, мне кажется, лучше уточнять в штаб-квартире НАТО. Спасибо большое. Еще один вопрос. В статье для Вашингтон-Пост 18 ноября президент США Жан Ваймен высказался в пользу двугосударственного решения Палестино-Израильского конфликта. Как бы вы это заявление могли прокомментировать? Вы знаете, действительно мы обратили внимание на то, что заявление президента США, о котором вы говорите, было сделано, а означает оно фактическое признание того факта, что наша позиция, наша исконная позиция, которой мы придерживались и которую мы как раз продвигали в международных делах применительно к урегулированию Палестино-Израильского конфликта, единственно правильная. Мы всегда исходили из того, что реализация, одобренная международными решениями, двугосударственной формулы, а она подразумевает создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Русалиме, представляет собой самый надежный путь к обеспечению гарантии безопасности израильтян и палестинцев, а также к долгосрочной и прочной стабилизации ситуации на всем Ближнем Востоке. А статья Байдена является очередным подтверждением я имею ввиду именно этот пассаж является очередным подтверждением нежизнеспособности военного варианта урегулирования самого застарелого конфликта в мире. В то же время американский лидер не упомянул когда и каким образом США будут добиваться выполнения указанной задачи на практике. Особенно с учетом того, что именно попытки США монополизировать палестино-израильский переговорный процесс в последние десятилетия и блокирование именно штатами деятельности Ближневосточного квартета международных посредников в составе США, ЕС, ООН, конечно, и России завели этот процесс в нынешнее трагическое состояние. Я просто хотела сказать, что, в принципе, концепция двугосударственного устройства, она звучала в Штатах и раньше на официальном уровне, только вопрос опять же упирается в то, что она никогда не была ими активно реализована или стимулирована к реализации. Наверное, нет необходимости говорить о явных расхождениях между словом и делом во внешней политике США, это уже признанный факт, они называют это все еще, помимо всего прочего, демократии, говоря о том, что приходят разные силы, которые проводят разные политические курсы. Возникает вопрос о том, насколько последовательная установка на осуществление двугосударственного сценария будет поддерживаться последующими администрациями США. Исторические примеры, в том числе в контексте ближневосточного урегулирования и, например, ядерной сделки с Ираном свидетельствуют о том, что курс США легко меняется на 180 градусов. И зависит это исключительно от их собственных конъюнктурных интересов, ну и, возможно, еще субъективных настроений в американских правящих кругах. Поэтому мы последовательно и призываем к формированию коллективного механизма посредничества в сфере ближневосточного урегулирования с активным региональным участием. Об этом говорил Сергей Викторович Лавров, министр национального дела России, на встрече с представителями ближневосточного региона, региональных структур Индонезии, которые не так давно посетили Москву. С нашей точки зрения подобный коллективный механизм поможет палестинцам и израильтянам наладить устойчивый конструктивный диалог, выйти на справедливые и всеобъемлющие решения вопросов окончательного статуса. Ну и, в общем, только это позволит прерывать замкнутый круг насилия. Если вы спрашиваете, является ли это повторением квартета, речь идет о том, что в квартете не участвовали региональные игроки. Без них, как вы понимаете, решение этих вопросов буквально невозможно. Спасибо большое. С нами Лепортал Ньюсру. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я с вами Лепортал Ньюс.ру. У нас три вопроса. Первый вопрос. Помощник президента Ушаков сообщил, что в Кремле получили сигнал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет в Санкт-Петербург на неформальный предновогодний саммит СНГ и формальное заседание АЕС в следующем месяце. Как вы думаете, это вызывает надежду на то, что Николай Ваевич наконец-то приедет? Мне кажется, тут надо все-таки исходить не из надежд, а из конкретных фактов и формировать позицию, конечно, исходя из реальности. Поэтому я считаю, что все-таки давайте дождемся конкретных действий и тогда и будем их комментировать. Спасибо. Второй вопрос. Партия Герта Вилдерса выиграла внеочередные парламентские выборы в Нидерландах. Политик считается симпатизиантом Москвы и противником Киева. В частности, он выступает против того, чтобы Украина вступала в НАТО. Западные СМИ пишут, что европейскую политику ожидает кошмар. Считают ли в Москве приход Вилдерса к власти сигналом для налаживания отношений с этой страной? Вы знаете, мне кажется, мы всегда говорим о том, что, во-первых, не даем оценку результатам выборов в различных странах с точки зрения предпочтений народа этой страны. Это дело людей, проживающих в том или ином государстве, кого избирать, за что голосовать. Это очень важный момент, и он полностью, я считаю, укладывается и в нынешнюю ситуацию, о которой вы спрашиваете. Что касается прогнозов относительно выстраивания новым нидерландским правительством отношений с Россией и потенциального влияния нового политического лидера в этой стране на развитие двусторонних отношений, я считаю, что говорить опять же можно будет только после конкретных шагов по итогам выборов только предстоит сформировать им и правящую коалицию и, в общем, приступить к работе. Это правящая коалиция будет определять ключевые направления нидерландской внутренней и внешней политики, поэтому будем опираться на конкретные дела для выстраивания своей оценки. Сейчас там только все в стадии формирования. Спасибо вам большое. И последний вопрос. Как бы вы объяснили тот факт, что делегация Хамас во время визита в Москве еще 26 октября обещала освободить россиян, а реально первого российского заложника освободили только через месяц 26 ноября вместе с пленными. Могло ли это быть связано с военными действиями, бордировками, то есть технической невозможностью? Вы знаете, я прекрасно вас понимаю, что всегда хочется большего. Но я считаю, было бы крайне важно все-таки справедливо оценивать ту работу, которая ведется. А то у нас, знаете, такое впечатление, что доминирует принцип плохие, хорошие новости плохо продаются. Я рассказываю о той уникальной работе, которая проделана российской стороной по вывозу сотен граждан России и членов семей граждан России из сектора газа. Это масштабнейшая работа. Я говорю о том, как оказывается содействие гражданам России, которые постоянно проживают в Израиле, их родственникам, которые хотят покинуть временно или постоянно это государство в связи с обострением. Хочется очень, чтобы на это тоже обращали внимание. И я считаю, что выход одного заложника должен рассматриваться не с точки зрения всего лишь один, а с точки зрения оценки фантастических, масштабных усилий, которые Российская Федерация приложила с самого начала эскалации этой ситуации к началу работы по освобождению всех заложников. Мы работали не только по гражданам нашей страны, это подчеркивало руководство Министерства иностранных дел неоднократно. Мы, я имею в виду российские представители и в регионе, и в Москве проводили переговоры и со странами региона, и с политическими силами, в частности с Хамас, относительно судьбы заложников, которые представляют разные страны, все страны. Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, все-таки это то, что было сделано в дополнение к списку, который был согласован. Российского гражданина, постоянно проживающего в Израиле, освободили не вместе с другими пленами, а вне рамок соглашений между Израилем и Хамас об обмене удерживаемых в секторе газозаложников на палестинских заключенных. И мы об этом уже сообщали. Я не могу вдаваться в детали этого процесса, я могу заверить вас, что эта работа будет продолжена, обратить ваше внимание на то, что с семьями остающихся в заложниках граждан, постоянно проживающих в Израиле, у которых сохраняется российское гражданство. Вчера встретился заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов. Эти контакты ведутся и прямо, как это было вчера, и опосредованно, и наши дипломаты в странах региона к этому подключены. Поэтому мы будем делать и продолжать сделать все зависящее и необходимое для разрешения этого чрезвычайно сложного вопроса. Благодарю вас, спасибо большое, у нас все. С нами Лирия Новости. Да, конечно, спасибо большое, Мария Владимировна. Если позволите. Добрый день. У нас два вопроса. Первый вопрос, как вы можете прокомментировать ситуацию с подготовкой к СМИТу ОБСЕ в Скопье ситуацию с пролетом, допуском, аккредитацией российских журналистов на эту международную встречу? Как я уже сказала, что касается журналистов, то трех представителей российских СМИ не допустили для работы или до работы по освещению Совета Министров иностранных дел ОБСЕ и в частности по освещению работы российской делегации. Что касается подготовки самой российской делегации, я сказала, что процесс этот идет сейчас. Мы обязательно с деталями вас ознакомим. Я могу действительно подтвердить, что козни строились и мы об этом говорили и объясняли, что вот эта заряженность определенной части западного сообщества на противодействия России внутри ОБСЕ привела их к печальному результату, а именно буквально разрушению самой организации изнутри. Потому что структура эта создавалась как диалоговая площадка. И если уничтожать возможности для этого диалога и делать так, чтобы слышно было только одну точку зрения, тогда зачем в принципе эта организация? Она теряет свой смысл, она становится только потребителям бюджета. Мало того, вот эта же точка зрения во многом доминировала и в рамках профильных органов и структурных подразделений ОБСЕ, таких как институты по правам человека, свободе слова, наблюдении за выборами и так далее, и так далее. И к чему это все привело? К тому, что они в принципе на сегодняшний момент оказались недееспособными. Вот вы спрашиваете относительно ситуации с журналистами. Я уже об этом сказала, сегодня вам еще раз это переподтвердило в ответе на ваш вопрос. Но ведь мы вынуждены констатировать, что атмосфера антагонизма и проявления буквально произвола, привносимой в деятельность ОБСЕ стараниями стран коллективного Запада и его протежей из числа государств на постсоветском пространстве, являются прямым продолжением вот этой самой идеологии тотальной нетерпимости по отношению к российскому медийному присутствию и в целом к любым источникам альтернативных точек зрения в западном информационном пространстве. Это проявилось не сейчас, не сегодня. Это же все длится годами. Вот, например, вспомните, как происходил отказ в аккредитации российских вещателей на конференцию по свободе СМИ в Лондоне в 2019 году. Уже звучит парадоксально. И какова была реакция ОБСЕ. А вот 2014 год еще раньше российским корреспондентам неоднократно было отказано в доступе для освещения событий последующих за госпереворотом в Киеве. А в 2018 году та же самая, как нам говорили, демократическая Украина запретила въезд двоим журналистам, направляющимся как раз на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ. Что тогда мы услышали со стороны профильных институтов организации? Да ничего, ноль критики. За последние два года мнимые поборники демократических свобод на неолиберальном Западе окончательно сбросили Москве буквально в одночасье, осуществив полную зачистку своего медиапространства от неугодных СМИ, в первую очередь российских и русскоязычных. Что только с ними не сделали, и вам, как представители агентства Реановости, это известно, мне кажется, лучше, чем других. Потому что и визы отбирали, и аккредитации аннулировали, и на допросы таскали, и задерживали, если говорить производство ставили в санкционные списки, преследовали, а уж какую травлю развернули в отношении ваших коллег и внутри Реановости Мир России сегодня, Раш-Тодей и спутник и других, ну, это вообще вещь беспрецедентная. И на этом фоне, конечно, окончательно дискредитировали себя профильные исполнительные структуры УБСЕ, которые как раз были призваны обеспечивать соблюдение обязательств в сфере медиасвобод на пространстве организации всеми ее участниками. Мы считаем абсолютным провалом деятельность представителя по вопросам свободы СМИ госпожи Рибейру. Она даже не пытается создать видимость своей работы. Нам было сказано, что это такая тихая дипломатия. Я не знаю, она же должна быть эффективной, пусть она будет тихая, негромкая. А где результат? Результат-то ровно противоположный. Институт представителя под ее началом с момента, когда чиновница публично солидаризировалась с политически мотивированным решением Совета ЕС о прекращении вещания Rush Today и спутника на территории блока, окончательно, буквально, выродилось наглядное воплощение пристрастности и двойных стандартов в ОБСЕ. Мы же видим, как это превратилось в сознательное игнорирование вопиющих и выходящих в принципе за рамки общечеловеческих и моральных устоев преступления против журналистов, включая жестокие убийства сотрудников средств массовой информации и представителей медиасферы. Они фокусируются только на одном, на отработке антироссийских установок. Вот здесь тихая дипломатия превращается в громкую, а иногда и просто в истерику. Вот просто к вопросу ООО. Но мы обязательно всеми деталями с вами поделимся, что касается подготовки к участию российской делегации в СМИ ОБСЕ. Спасибо большое. Если позволите, я перейду к второму вопросу. Хотел бы вас попросить прокомментировать появившееся вчера в СМИ сообщение, что премьер-министр Великобритании Риши Сунок отменил назначенную встречу с главой правительства Греции из-за интервью греческого премьера Би-Би-Си. В этом интервью он назвал хранящиеся в Британском музее мраморные шедевры Парфенона украденными и сравнил эти скульптуры с картиной Леонардо да Винчи Монлидзе Джоконды, находящейся в Парижском лобре. Спасибо. Вы знаете, это вопрос двусторонних отношений государства. Они являются суверенными, они решат свои вопросы самостоятельно. Но что касается тезиса о том, что все это действительно было украдено, я имею ввиду то, что является достоянием Британского музея Де Лувра, я имею ввиду отделы Древнего Египта, Древней Греции, античности, все, что поступило туда путем вывоза из частности Греции и из Египта нелегально, незаконно, все, что было вывезено французскими и британскими военными или даже дипломатами непосредственно британскими под абсолютно вымышленными предлогами, как будто они вывозят некультурные ценности или там вывозят как-то временные и так далее. Это все и есть то самое воровство, и мы абсолютно разделяем эту точку зрения. Это колониальная традиция. Они всю жизнь, много столетий похищали в разных уголках мира национальные ценности. Их музей это по большому счету хранилище наворованного в колониях. Так и есть. Посмотрите на коллекцию древнеегипетского искусства. Мы об этом и говорили в Пушкинском музее изобразительных искусств. Это же то, что было куплено, это то, что было привезено легально, а потом передано музею. Что-то было приобретено нашими музеями, что-то было подарено, но никогда не занимались вывозами, а тем более потом отнекиванием, от очевидного. А это все, конечно, безусловно, так и есть. Это воровство. Но мы же видим сейчас продолжение этой логики уже на примере Украины. Вот скифское золото, например, это же то же самое. Или пример тех самых ценностей, которые представляют собой ценности с культурной точки зрения, с точки зрения религиозной, которые вывозятся и уже вывезены из православных храмов Украины, из музеев Украины. Все то же самое. К сожалению, вот это колониальное воровство ценностей, оно продолжается. Если все, то с нами ли Arab News? Доброе утро, Боря Владимировна. Здравствуйте. Если позвольте, у меня один вопрос, и хочу просто прояснение по одному сюжету. Давайте начнем с прояснением. Давайте. Насколько известно, Россия признает Тель-Авив в качестве столицы Израиля. Но в последнее время в ряде заявлений некоторых российских дипломатов я стал слышать слово Западный Иерусалим. Это чисто как бы инициатива этих людей, или есть в этом вопросе какая-то политика? Я думаю, что в этом вопросе нужно искать связь с вопросом двугосударственного устройства или двугосударственного решения сложного застарелого конфликта. Мы же говорим о двугосударственном решении, мы говорим о том, что столица Палестины должна быть в Восточном Иерусалиме. Соответственно, мы говорим и в этом же контексте и о Западном Иерусалиме, понимая именно это. Вот отлично, как раз я хотел это от вас услышать, спасибо. Теперь вопрос, это касается западного соседа, который называет Россию Восточным соседом. Вчера днем правительство Финляндии приняло очередное решение закрыть погранпункт пропуска Рая Иосипи в ночь со среды на четверг. То есть сегодня ночью они должны это закрыть. Это решение означает, что все пункты пересечения сухопутной границы Финляндии и России будут закрыты, как они говорят, до 13 декабря. Не знаю, что это за число. Хочу в этой связи процитировать премьер-министра после приняты этого решения. господин Петери Орпу сказал, что Россия позволяет использовать людей в качестве инструментов и направлять их к финской границе в суровых зимних условиях. Финляндия полна решимости положить конец этому заявлению. Еще одна цитата министра внутренних дел госпожи Мари Рантанин. Она говорит, что в нынешней ситуации необходимо закрыть всю восточную границу. Мы приняли это решение, чтобы защитить национальную безопасность Финляндии от этой гибридной операции Россия. Хочу заметить, Мария Владимировна, что эти ограничительные меры на границе принимаются Хельсинки на фоне подготовки к подписанию финляндско-американского соглашения о военном сотрудничестве, которое предусматривает в частности размещение военных баз США на территории Финляндии. И вопрос, есть ли обратная связь с Хельсинки по всем этим шагам, что касается границы, и какую реакцию следует ожидать от Москвы на эти шаги? Спасибо большое. Давайте я все-таки расскажу о том, как есть на самом деле, потому что заявлений действительно много. Вчера 29 извините, 29 ноября получили, российская сторона официально получила, да, сегодня 29 ноября наша страна официально получила ноту посольства Финляндии в Москве, она уведомляет российскую сторону о решении финских властей закрыть с 30 соответственно завтрашнего числа, с 30 ноября самый северный пункт пропуска Рая Йосипи, и таким образом будут закрыты все пункты пропуска на российско-финляндской границе, также сообщается о том, что введенные ограничения будут действовать до 14 декабря, вот это фактология. Теперь оценка, мы ее уже давали, но это очередные разделительные линии, это очередная какая-то странная акция, которую почему-то увязывают с какими-то действиями гибридными нашей страны, тогда если так они на это все смотрят, пусть они гибридными действиями называют и свои обязательства по обращению с людьми, которые ищут защиты убежища на территории Финляндии, обращаются в связи с сложной гуманитарной ситуацией к этой стране, тогда надо уже и это тоже рассматривать как какие-то гибридные вещи, потому что сначала они принимают зачем-то, но ведь они же зачем-то принимали все эти документы и законы, что это означает, брали на себя эти обязательства, на площадках международных организаций выступали за подобные вещи, внушали и вселяли уверенность в людей по всему миру, что Финляндия именно так будет с ними поступать, понимаете, ведь многие страны мира такой политики не проводят, эта политика Финляндии официальная и мало того еще поддерживаемая этой страной в публичном пространстве, это то, чем Финляндия всегда гордилась и ставила в пример себя, она рассказывала всему миру, какой страной является, ведь это же многие услышали, а тем более, что касается того, что творится сейчас в регионе Северной Африки и Ближнего Востока, что было вызвано действиями, так сказать, новых финских начальников по НАТО, люди ищут лучшие жизни, а иногда просто жизни, они спасаются, они смотрят, куда они могут прийти и видят на соответствующее законодательство Финляндии, и туда и идут, какая тут гибридная там, атака или война со стороны России, о чем тут говорить, если кому-то интересно в Финляндии узнать, что такое гибридная война, это как раз НАТОвские решения по координации действия стран Евросоюза о поставках вооружения киевскому режиму, из которого убивают граждан России и уничтожают гражданские обеты, вот же такое гибридная война, прибавьте к этому информационную войну, кибер, так сказать, атаки, которые наносятся по гражданам, по гражданской инфраструктуре, политическое давление и, конечно, торговые войны, вот это и есть гибридная война, если в Финляндии кто-то не знает, а то, что к ним приходят люди, беженцы, или люди в поисках лучшей жизни, или просто в поисках выживания, это не гибридная война, это только то, что Финляндия заявила всему миру в качестве своего реноме, из-за слова, о чем, не может нести ответственность, как мы сейчас видим, и обвиняет в этом всех остальных, причем мы абсолютно в этом не задействованы и не имеем к этому никакого отношения. Извините, небольшое уточнение, я цитирую как бы ряд людей в самой Финляндии, они допускают, что этот шаг, вот, закрытие границ, в том числе преследует цели с перспективой положить руку на недвижимость, которая принадлежит российским гражданам, которые не могут сейчас как раз следить за этой недвижимостью, приезжать в Финляндию. Вы это допускаете? Я не то, что это допускаю, это даже ряд заявлений об этом прямо говорит в Финляндии экспертов или людей, связанных с властью, они прямо это обсуждают, поэтому это не моя точка зрения, это просто констатация позиций, которая существует в Финляндии. Спасибо большое. С нами ли Рейтер? Мария Владимировна, добрый день. Да, здравствуйте. С того момента, когда мы придумали наш вопрос про ОБСЕ, уже и Сергей Викторович комментировал российскую повестку на встрече министров, и Сергей Алексеевич Рябков говорил о том, что встречи Лаврова с Блинкиным на этом форуме не будет. Но и вы предвосхитили соответственно этот вопрос, сказав, что вы поделитесь в ближайшее время подробностями российского участия. Но, тем не менее, в понедельник на Примаковских чтениях Лавров сказал о том, что с Запада поступают запросы на встречу с ним на полях СМИ-ОБСЕ. Вот, может быть, вы можете об этом как-то рассказать и хотя бы не поймите, кем планируется встреча. Я могу подтвердить, давайте еще раз дождемся, чуть-чуть подождем, мы раскроем все детали и того, как шла подготовка и что пытались сделать и кто и как, чтобы противодействовать участию нашей страны, нашей делегации в работе СМИ-ОБСЕ, и те, и как шла эта работа, и расскажем о деталях графика министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова в скопе. Я могу действительно подтвердить, что запросов на двусторонние встречи немало, будут и многосторонние встречи в многосторонних форматах и двусторонние запланированы также. Вы поблагодарите вот всю эту западную клику, которая делает невозможным нормальное выстраивание работы, в том числе журналистов. Поблагодарить я беру конечно в кавычки, потому что ну просто честно говоря за них уже даже неудобно. Настолько это все мелко и грязно. Спасибо. Второй вопрос, если вы позволите. Покупально во время вашего брифинга выступила Анна-Лена Бербук на встрече министров иностранного дела стран АТО в Берлине и сказала буквально следующее. Она призвала НАТО к созданию некоего зимнего счета над Украиной, что бы это ни значило, для того, чтобы защитить Украину от цитата ударов России по гражданской инфраструктуре. Вот подобного рода идеи со стороны стран НАТО, если она реализуется, чем она будет по-вашему для России, да, и какой может быть реакция? Вы знаете, редко меня можно поставить в тупик, но качество, так сказать, цитаты этому способствует. Ну, мне просто интересно, вот если с точки зрения Анна-Лена Бербук должен быть зимний щит, должна ли с ее точки зрения быть какая-нибудь, я не знаю, летняя кольчуга или, не знаю, что там еще, осенний латте, не знаю, весенний пояс верности, что, что, что следующее, что за набор вообще, о чем говорит она, я не могу вам сказать, но надеюсь, что она твердо стоит на своих позициях и не сможет развернуть ее на 360 градусов. Простите, но другого тут ничего и не скажешь. Спасибо вам большое, к сожалению, вот из того, что пока есть перед глазами, нет никаких подробностей, что бы она имела в виду, поэтому вот я вас спросил о том, что имеет. Хочу сказать, что с одним зимним щитом то холодно будет, нет? Если без всего так. Я просто пытаюсь логически понять, о чем идет речь. Хорошо, с нами ли медиакорпорация Китая? Да, Мария Владимировна, добрый день. У нас всего один вопрос. Первая китайская международная выставка по стимулированию цепочек поставок сейчас проходит в Пекине. Ее проводят на национальном уровне, участвуют больше 500 компаний, учреждений, Skyner и других стран. Так вот, как вы оцениваете текущую ситуацию в глобальной цепочке поставок, важность проведения такой выставки именно в контексте сегодняшних попыток давления, замедления мирового экономического роста? Какие возможности, по-вашему, эта выставка конкретно и развитие экономики Китая в целом открывает миру? Вы знаете, Россию, вот если говорить о выставке, я так понимаю, что в основном у вас вопрос именно этому посвящен. Я просто напомню в этом контексте, что Россия и Китай связывают крепкие торгово-экономические связи. На протяжении многих лет наши страны входят в число важнейших торговых партнеров друг для друга, и при этом в последние годы темпы роста стороннего товарооборота заметно увеличились. Приветствуем участие представителей бизнесов, проходящих в России и Китае в форумах и выставках, и рассматриваем их как важные площадки для укрепления деловых контактов. В текущем году уже состоялся ряд мероприятий, которые имели большое значение для предпринимателей наших стран. В мае в Шанхае успешно прошел российско-китайский бизнес-форум. В нем участие, как вы знаете, принял премьер-министр, председатель правительства нашей страны. В июле в Екатеринбурге организовано седьмое российско-китайское экспо. Представительная делегация СКНР приняла участие в Восточном экономическом форуме. Российская экспозиция была представлена 6-й китайской международной выставки импортных товаров в ноябре в Шанхае. И мы убеждены, что такие мероприятия, как китайская международная выставка по стимулированию цепочек поставок имеют важнейшее значение для укрепления международного экономического сотрудничества и обеспечения стабильности логистических и производственных связей. А это, как вы понимаете, в наше время крайне актуально в условиях, проходящих в мире трансформации, турбулентности, перемен и так далее. Мы ведем активную работу в том числе для того, чтобы внести свой вклад в обеспечение устойчивого и поступательного развития всей мировой экономики. Я имею в виду нашу совместную работу. Спасибо большое. С нами Лия Анадалу. Да, здравствуйте, Мария Владимировна. У нас сегодня два вопроса. Первый вопрос. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Запад поставит Украине военные корабли для охраны судов, перевозящих зерно. Как, на ваш взгляд, это повлияет на ситуацию в Черном море? Вы знаете, конечно, в большей степени речь идет о компетенции Министерства обороны, поэтому я искренне советую вам еще запросить дополнительную информацию. Но в целом заявление Зеленского говорит о том, что милитаризация киевского режима странами НАТО не прекращается ни на минуту. используются для этого любые мотивы. Я хотела бы также, чтобы было понятно, что декларируемая цель охраны боевыми кораблями судов, перевозящих зерно, это абсолютное прикрытие для потенциальных военных авантюр киевского режима и его западных кураторов в акватории Черного моря. Мы очень хорошо помним, как украинские неонацисты использовали гуманитарные коридоры, предназначенные для перевозки продовольствия в рамках Черноморской инициативы для того, чтобы наносить удары по Крыму и его жителям. Мы помним и квалифицировали это как теракты и говорили о том, что за ними стоят в том числе британцы. Нет никаких сомнений в том, что Киев и, опять же, западники, прикрываясь благими намерениями, целенаправленно ведут дело к дальнейшей дестабилизации ситуации в Черноморском регионе и хотят просто эскалации кризиса. Если все это случится, то новая ситуация будет тщательно учитываться российским военным командованием при планировании операции в бассейне Черного моря. Еще раз хотел бы обратить ваше внимание, детали предоставят Министерство обороны. Спасибо большое. И второй вопрос. Понимает Россия какие-то шаги для того, чтобы гуманитарная пауза между Израилем и Палестиной продлилась дольше? Вы знаете, у нас безусловно ведутся контакты со странами региона. Вы знаете о том, что мы поддерживаем отношения и с государствами, и с политическими силами, которые имеют возможность повлиять на ситуацию. И делаем это с первого дня. Зачем? Очевидно, и мы об этом говорили, деэскалация ситуации, прекращение огня, как раз те самые гуманитарные паузы, решение срочных насущных гуманитарных вопросов, ну и, конечно, разрешение судьбы с заложниками и с теми, кто заблокирован и должен был быть эвакуирован. Я хотела бы сказать и о политической работе, которая велась на международных площадках, и Совет безопасности ООН, и Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций, где мы выступали с этих же позиций с самого начала, к сожалению, все, что было связано со словом гуманитарная пауза, прекращение огня и дескалация, блокировалось Соединенными Штатами Америки и сателлитами Британии и так далее. Но наша позиция взымела вверх, с нами созвучно действило мировое большинство, и вот результат мы видим сейчас. Это первые позитивные новости, которые практически без малого два месяца мы слышим из региона. Разблокировка ситуации с заложниками, гуманитарная пауза и доставка продовольствия, медикаментов. Дай Бог, что это не будет сорвано, что все будет реализовано. Мы очень на это надеемся и пролагаем все для этого усилия. Спасибо. С нами ли голос Отечества? Так, да, здравствуйте, Мария Владимировна. Сейчас камеру включу. Добрый день. Да, добрый день. Александр Бастрыкин выступил с предложением закрепить в Конституции государственную идеологию. Насколько государственная идеология помогла бы МИД, и как вы относитесь к этому вопросу? Вы знаете, это наши внутренние, внутрикосударственные дискуссии, в которых принимают участие видны общественные деятели, государственные служащие, политики, представители гражданского общества. Я не думаю, что пока эти дискуссии ведутся и не привели к закреплению каких-то вещей в законодательстве, следует нам официально их комментировать. штаты и их союзники, совершая военные преступления, рассчитывают на то, что пройдет время и все забудется. Если не расследовать эти преступления, то спустя 10-20 лет назовут их историческими событиями и никаких последствий они за это не понесут. Насколько их расчет в этом плане оправдан и удастся ли исходя из этого уйти от ответственности через 20 или 30 лет? Ответственности за что? Неплохо слышно было. За военные преступления, за все, что они сейчас делают. Это большой дискуссионный вопрос, учитывая, что никто не понес никакой ответственности за целый ряд войн, которые развязали Соединенные Штаты Америки и так называемые их коалиции, в частности Ирак, тому подтверждение. Миллионы убитых, вдумайтесь только, миллионы, никто не может до сих пор подсчитать, это гражданское население, в Ираке было, никаких ни компенсаций, ни дел, ни уголовного преследования, ничего, я взял только одну историю, трагическую историю современности, поэтому мне сложно ответить на этот вопрос, это зависит наверное еще и от активности мирового глобального гражданского общества, очень важно. Спасибо большое. С нами ли Компакт-ТВ Германия? Да, здравствуйте, Мария Владимировна. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Правительство Германии резко сократило дипломатические каналы между Германией и Россией, сначала выслав дипломатов российских, потом постепенно закрывая Генеральное консульство России в Германии. К тому же граф Ламсторф, который является ярким ястребом НАТО, стал послом ФРГ в Москве, что также указывает на обострение ситуации. Наоборот, аудитория нашего немецкого телеканала Компакт заинтересована в улучшении немецко-российских отношений в эти непростые времена. У меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Какие неправительственные, общественные, культурные или другие каналы по вашему мнению могут хотя бы частично компенсировать эти потери и могут быть использованы? Нам есть официальные дипломатические политические каналы. вы знаете, я вам могу сказать так, что все общественные организации, неправительные, некоммерческие структуры, общественные деятели, представители гражданского общества, да просто граждане Германии, которые хотят развивать двусторонние отношения с нашей страной в дружеском ключе, в обоеду выгодном, взаимоуважительном, нами будут только приветствоваться, потому что у нас точно такая же позиция. Мы именно этого хотим. Мы не приемлем действия правительства ФРГ по накачиванию киевского режима оружием, по участию в гибридной войне против нашей страны. Мы не приемлем этого, и я хочу еще сказать, еще никогда не забудем. А что касается людей в Германии, мы видим, какое количество людей не поддерживают эти разрушительные действия немецких политиков, которые сами страдают, я имею виду, люди сами страдают в Германии от последствий подобной политики, и мы прекрасно понимаем, что нынешняя руководство ФРГ не отражает никаким образом значительную часть, если не подавляющую часть мнений, точек зрения народа Германии. Ну, это очень приятно слышать, спасибо большое, если позволяете. Второй вопрос СМИ немецких как пишут все плохо, как будто нету хороших уже переговоров между российскими и немецкими дипломатами или политиками, а если не секрет, все равно может быть закулисно происходят такие переговоры хотя бы в конструктивной и дружественной атмосфере. Вы знаете, у меня такой информации нет. Спасибо большое. Спасибо вам большое. На этом прощаюсь. До следующего раза. Благополучия. Спасибо. Спасибо. Спасибо.